В ОРБ-2 нет невиновных, я вам сразу говорю. И вот эти разговоры, а он там просто числился, а он там просто выполнял свою работу, он с бумагами работал, вы не рассказывайте вот эти вот сказки. Расскажите это узникам, прошедшим через ОРБ-2. Придите им, расскажите, что он просто там с бумагами работал. Каждый, кто там работал или работает, он виноват. Просто вопрос в том, насколько он виноват. Здесь нужно просто выявить вот этот уровень. В ОРБ-2 это немного другая тема. Никого я не оправдываю из тех, кто там работает, но не все являются преступниками. То есть в плане, точнее нет, не так, неправильно сказал. Преступниками являются все. МРХ. Тумсо, если в Чечне восстановится Ичкерия и ваши сотрудники силовых структур, так же как кадыровцы будут пытать людей, в 90-х такое было, как ты противостоишь этому или будешь помалкивать. Не помалкивать я точно не буду, иншаллах, если у меня будет такая возможность это порицать, я буду это порицать. Я надеюсь, что вот этого вот опыта нашего, который мы получили за вот эти 20 лет, путинщины, кадыровщины у нас в Чечне, я думаю, этого нам хватит для того, чтобы больше никогда в истории не вернуться к пыткам, к издевательствам, к унижениям, к этой тирании, к вылизыванию этих обладателей власти, к этим портретам, к прочему вот этому всему непристойному, ко всяким вот этим вот объектам имени, одного культивированию, одного человека. Я надеюсь, что мы, этого нам вот достаточно, этих 20 лет, ну и не знаем, сколько мы еще под этим проживем. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы наш народ никогда больше к этому не вернулся, чтобы у нас был иммунитет, как вот прививки, они призваны же защитить здоровье путем закаливания иммунитета, против тех или иных заболеваний. Вот я надеюсь, что вот это для нас мощная прививка, которая послужит иммунитетом от подобного рода заблуждений, даже не заблуждений, как это правильно назвать, пороков, наверное, это пороки. Я надеюсь, что этого нам хватит, чтобы никогда больше к такому не вернуться. Тумсо, получается, всех кадыровцев после прихода шариата в Ичкерию будут поголовно приговаривать смертной казни, ППС, мент, ВВшники и так далее. Это же с 15-20% мужского населения придется убить. А кто сказал, что их всех будут приговаривать? Я разве это говорил? Я сказал, что надо. Во-первых, я никогда не говорю, что будет. Я понятия не имею, что будет. Я не власть Ичкерии. Я лишь говорю свои мысли и то, как бы мне хотелось это видеть. И вот, как я думаю, должно быть. Наказывать должны только преступников. Только преступники должны быть наказаны. И если положено преступника наказать смертной казнью по закону, он должен быть казнен. Если он должен сесть в тюрьму, он должен сесть в тюрьму. В общем, то, что вот, если он там штраф, он должен заплатить, он должен заплатить штраф. То есть, как вот он будет осужден, вот такое наказание он должен понести. Все преступники, я подчеркиваю, именно преступники, должны предстать перед судом. Никто не должен быть по беспределу просто так наказан, как мне или хампашу захотелось. Но, я говорю, есть отдельные структуры, это мы сейчас сказали в общем, в целом, о работниках российских правоохранительных органов, оккупационных сил на территории нашего государства. Но, среди них есть преступники, они должны быть наказаны. Те, кто не совершал преступления, они не должны быть наказаны. Может быть, в отношении них, я считаю, что должна быть проведена люстрация, никаких должностей, никаких государственных структурах они работать не должны. Быть может, они должны будут заплатить какие-то штрафы, я не знаю, как это будет выглядеть. Но наказаны должны быть только преступники, это в целом. Теперь, частно мы говорим, это было в целом, теперь мы говорим о частных случаях. Есть в этой общей системе Кадыровской, есть отдельные структуры, где все, вот поголовно каждый, кто там работал, должен преследоваться. Это значит, например, ОРБ-2, ОРБ-2. Или полк Кадырова специального назначения, там, бла-бла-бла, спецполк. У нас его в народе называют второй полк. То же самое. Или, сейчас не приходит в голову, возможно, еще какие-то есть. То есть, вот эти, допустим, ОРБ, ОРБ-2, это страшно ублюдочная структура, да. Это то место, где, где просто вот как по конвейеру пытали, издевались над людьми. И это просто страшное дело, что они вытворяли с задержанными. Если я буду об этом рассказывать, наверное, этот эфир могут заблокировать. Это страшное дело. Каждый, кто работал в ОРБ-2, должен преследоваться. То есть, мы знаем, есть какой-то там условный чувак, он работал в ОРБ-2. Все, никаких вопросов. Моментально он должен быть задержан. Его сразу нужно закрывать, СИЗО. И далее уже разбираться, что, значит, конкретно этот человек делал. В чем он конкретно виновен, к чему причастен. Пытал, ногти людям вырывал, зубы людям вырывал, противогазом людей душил, током людей бил. Колючую проволоку в задний проход засовывал. Понимаете, вот эти вот все моменты, то, что я сейчас говорю, многие, наверное, многие-то наоборот знают, что это все правда. А российский обыватель думает, да ну, да не. Да, да, дорогой мой, уважаемый зритель, который не знает этих моментов, да, это так. И вот эти люди, они все должны быть преследуемыми. Есть просто, здесь вопрос только в том, насколько он виноват. Здесь нет, там не будет невиновных, там нет невиновных. В ОРБ-2 нет невиновных, я вам сразу говорю. И вот эти разговоры, а он там просто числился, а он там просто выполнял свою работу, сколько с бумагами работал, вы не рассказывайте вот эти вот сказки. Расскажите это узникам, прошедшим через ОРБ-2. Придите им, расскажите, что он просто там с бумагами работал. Каждый, кто там работал или работает, он виноват. Просто вопрос в том, насколько он виноват. Здесь нужно просто выявить вот этот вот уровень его вины. И в соответствии с этим его нужно наказать по закону. То же самое и с этим вторым полком. На территории этого второго полка были казнены те 27 ребят, на всякий случай. Тумсо, например, есть РОВД, и там пытают людей. Но там есть простые работники, которые сидят в кабинетах, но они все знают и видят это все. Как ты думаешь, они виновны, если они не оставляют эту работу, видя и знают все? Это уже немного в РОВД, это немного другая тема. Никого я не оправдываю из тех, кто там работает, но не все являются преступниками. Точнее, нет, не так, неправильно сказал. Преступниками являются все, так как работают на оккупационной силе. Я имею в виду конкретных преступлениях, не все там замешаны. В РОВД. Не как ОРБ-2. Немножко другая тема, немного другая структура. Здесь я считаю, это опять-таки мое мнение, может быть оно неправильно. Я считаю, что с ними, как вот с ППС, допустим, да? ППС. Там кто-то пытает людей задержанных, а кто-то просто ходит по проспекту. Тот, кто ходит по проспекту, он тоже преступник. Он тоже работает на оккупанта, но он не причастен к этим зверствам, понимаешь? И здесь я говорю, что с этими людьми, они вот идут в общий котел. Надо разбираться конкретно, то есть совершил преступление, значит, наказали, не совершил, просто там с автоматом ходил по проспекту, то в отношении тебя, значит, тоже будет какое-то наказание, там люстрация или что-то, или может они все амнистированы будут. Я не знаю, как это должно работать. Но в любом случае их нельзя отнести вот к тем, кто пытает, понимаешь? А ОРБ-2 это отдельная тема. ОРБ-2, второй полк, это вообще отдельная тема. Там нет тех людей, которые непричастны. Вы съездите в страны Латинской Америки, посмотрите, там нет сильной власти практически во всех странах, там в бандитских разборках гибнут десятки тысяч молодых мужчин. Такой же бандитизм будет, где нет власти. Нам не надо ездить в страны Латинской Америки, нам достаточно приехать в страны Европы, и здесь нет вот этого всего беспредела, нет бандитизма, нет, какой-то уровень криминальности, конечно, везде он есть. Но вот так повально, как ты говоришь, этого нет. И нам вот достаточно этого опыта мы можем здесь увидеть. Мы не хотим так, как в Латинской Америке. Мы хотим так, как в нормальных странах цивилизованных. Зачем нам нужно брать пример стран, где все плохо? Мы хотим брать пример с тех стран, где все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok